С каждой из этих потемневших от времени фотографий смотрят на нас ясные и светлые лица, все они герои, памяти которых бережно хранят в семьях работников Беларусьбанка. Белорусский союз женщин, в который входят более 7 тысяч сотрудниц этого финансового учреждения, инициировал этот проект в преддверии 76-й годовщины Победы и 80-летия начала Великой Отечественной войны. Проект «Я, мы помним» уже сейчас насчитывает 77 стендов. В них летопись человеческих судеб, потерь, горьких слез и в то же время героического мужества дедов и прадедов. Два моих дедушки прошло Великую Отечественную войну, один из них был ветеринарным врачом. И очень интересно, что оказывается и данная профессия была востребована в рамках проведения боевых действий, потому что ветеринарные врачи, они осуществляли ветеринарную разведку, проверяли воду, чтобы она не была отравлена. Они обеспечивали работоспособность конского состава. Второй мой дедушка, он воевал на Карело-Финском фронте с самого начала войны, прошел очень много фронтов, побывал и в Польше, побывал и под городом Киркинесс. И то, что я помню из своих детских воспоминаний, что это человек исключительно оптимистичного характера. И любимой его фразой было то, что не бывает личных проблем, все личные проблемы, они маленькие. И ничто не стоит того, чтобы была война. Мой дедушка, когда началась война, был совсем еще юным подростком. Он помогал партизанам, а когда его уже разрешили идти на фронт, он служил в 74-м полку 27-й дивизии 2-го Белорусского фронта. И в январе 44-го года под Варшавой, когда были жестокие бои, он был ранен, доставлен в Гомельский госпиталь, и там ему была ампутирована правая нога. Вот, с войны он вернулся домой инвалидом, но, несмотря на это, встретил бабушку. У него родились, у них пятеро детей, вот, много внуков. То есть, остался вот добрый след и светлая память. Светлая память о герое осталась и в семье Владимира Мерши, начальника Брельского областного управления номер 100 ОАО АСБ Беларусьбанка. Сегодня он с гордостью вспоминает своего деда и уверен, что пока будут существовать такие проекты, связь поколений не прервется, и подвиг героев-освободителей не будет забыт. Кузьма Филиппович – это мой дедушка по матери. Мама еще, слава богу, жива. Живет в той же деревне Большая Вулька, откуда я сам родом, с Пинского района. Конечно, эту историю описала моя дочь Оля, которая трудится в Минске, в нашем головном офисе. Я горжусь своим дедушкой, который и ранен был на территории Польши. Вот, поэтому освобождал, воевал. Поэтому это гордость за то, что есть и участие нашей семьи в том большом деле, которое делала вся страна. Сразу такое волнение появилось, когда мы начали смотреть на эту выступку, на фотографии, скажем, дедушек, прадедушек, сотрудников Беларусьбанка. Ну, это действительно, что самое главное, да, управляет корпоративный дух, первый, да, о том, что все-таки, что у нас щитятся и помнятся о том, что происходило в семьях, в семье то, что было, да, как бы, и о том, что это как раз напоминание молодому, по крайней мере, что уроки истории не нужно забывать. И главное помнить уроки той войны, и чтобы оно не допозитивало продолжение в будущем. 80 лет отделяет нас от начала страшной войны, и хорошо, что мы уже не знаем, что такое свист снарядов и грохот бомбежек. Война прошла гусеницами танков по многим судьбам и оставила глубокий след в истории практически каждой белорусской семьи. А потому выставку с нетерпением ждали в Минске, Могилеве, Витебске и Гомеле. Брест не стал исключением, ведь это наша общая память. Сбор материалов продолжается, в планах дополнить ее до 100 историй и к 100-летнему юбилею банка в 2022 году издать книгу памяти.